Глава администрации доложила информацию по ходу уборки и планы, которые поставлены перед сельским хозяйством в плане зерна. Вот этот план, он должен железобетонно быть выполнен. Железобетонно. Вы должны получить 8 миллионов 672 тысячи зерновых, зернобобовых. Дальше. Вы должны получить рапса 766,3 тысячи тонн. Вы должны получить льноволокна 52 600 тонн. Вы должны сахарные свеклы около 5 миллионов тонн в этом году получить. Вы должны кукурузы на зерно получить 1 миллион 717. Картофеля 1 миллион 100. Надо стремиться к этому. И овощи около 600 тысяч тонн. Вот ваши планы. Пожалуйста, выполните их. Нам надо контролировать основное. И прежде всего, вот этот план. Год заказ, заготовка, качество где-то посмотреть. Это главное. А мы ходим за ними по пятам и рассказываем им, когда сеять, как сеять, когда убирать, какой техникой. Да они это уже давно прошли и забыли. Второе. Выполнение плана, который определен, закон. Второе. Я говорил о травянистых кормах. Еще раз хочу ваше внимание на это обратить. Мы в прошлом году неурожайным за эту зиму мы съели все запасы. И не только зерна, но и травянистых кормов, которые лежали в траншеях у вас там в курганах. Поэтому надо этот резерв восполнить. В каждом хозяйстве должен быть полуторагодичный, двугодичный запас кормов. И сочных, и сухих. Третье. Спрос с вас и с министров, и с губернаторов будет жесточайший, если вы, не дай бог, провалите ввод, строй траншей. Сенажных траншей. Мы говорим, надо заготовить, надо заготовить. Но корма в курганах, качество мы не получим. Нужны траншеи. И этот план есть. Он должен быть выполнен. Пока по этому году он выполняется, по-моему, процентов на 10-15. По топливу мы договорились. Это ответственность лично премьер-министра и правительства. И действительно, по топливу и удобрениям, как только возможно, ищите схемы, надо поддержать. Плюс добавилась вот эта техника, особенно зерноуборочная. Но с условием, что хранение нормальное. Мобилизуйте милицию. Юрий Хаджимаратович, вы, пожалуйста, по-военному подключитесь к этому процессу. Вот сделайте, как вы провели вторые европейские игры. Нигде не было видно милиции. А порядок был идеальный. Значит, новые технологии. Я уже говорил вице-премьеру. Хочу, чтобы губернаторы это услышали. Рулонный пресс, полимерная пленка. Это спасение не только при заготовке травянистых кормов, сеножа и прочее. Это спасение для бездельников. Это спасение. Траву скосил, волок свернул ее и скрутил в рулон, в пленку. Внес консервант. Если не можешь вовремя свести, полежит этот рулон на поле. Но это уже корма. И при том хорошая. Поэтому мы знаем, сколько у нас рулонных прессов. Мы знаем, что у нас производится полимерная пленка. Мы ее освоили. У нас есть планы на каждый пресс, сколько завернуть сеножатом силоса и так далее в полимерную пленку. Железобетонно надо исполнить это. Это не дело, что у нас где-то пресс стоит под забором. Видите ли, не могут наладить его работу. И мы не можем работать на этой технике. Вот это уже относительно новые технологии. Их надо проталкивать активнее, осваивать. Каждому довести хозяйству, где вы считаете нужным. Посмотрите, особенно губернаторы, сколько завернуть сеножат в полимерную пленку. Это спасение. Особый вопрос. Кукуруза на зерно. Это в этом году тоже не просто спасение. Это хороший задел к тому, чтобы получить около 2 миллионов тонн кукурузы. Конечно, кукурузу сушить недешево. Поэтому вопрос технологии хранения и заготовки кукурузного зерна. Вопрос номер один. Мы тоже знаем, как это делать. Полиэтиленовые рукава. Плющите кукурузу и закладываете в рукава. Мы знаем, сколько у нас плющилок. Мы знаем ее производительность. Мы производим полиэтиленовые рукава в стране. Уже дефицита нет. Поэтому к каждому задача, сколько тонн положить в эти рукава. Это дешевле будет, чем сушить зерно. Но без дисциплины мы ничего не сделаем. Надо помочь руководителям. Потому что вот эти разговоры, рынок, он все отрегулирует. Он нас приведет не туда. И особое внимание сохранению техники. Сохранение техники, сохранность техники – наиважнейший вопрос. Это огромные деньги. Осенний сел. Все, о чем мы говорим, это не должно заслонять подготовку осеннеполевых работ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!